5, 4, 3, 2, 1, поехали! Мы продолжаем знакомиться с творчеством народных мастеров Алтайского края. Звание «Народный мастер» такое же почетное, как, например, «Заслуженный артист». А сегодня мы посетим мастерскую Анны Николаевны Гуниной. Отгадайте, о чем будет следующий сюжет? Думаете о матрешках? А вот и нет. Шучу, да. Ребята, здравствуйте! Вы сегодня находитесь в мастерской художественной росписи. Мастерская принадлежит городу Мастеров и Алтайскому краю. То, что вы здесь видите, это наработки последних вот трех лет, но есть работы, которым по 30 и более летом, до 40 лет. Я занимаюсь росписью с 75-го года, то есть это уже вот 44 года будет. Образования у меня специального нет, поэтому все, что вы здесь видите, это опыт, это самообразование, потому что не зная техник, не зная правил, не зная грамматик письма, невозможно ничего сделать. Ну, здесь в основном авторские работы. То есть, что такое авторская работа? Когда человек знает несколько видов росписи, то когда создаешь новое изделие, да, или новый вид росписи, естественно, пользуешься всеми. Вот оно все приходит откуда-то там сверху, и поэтому получается вот новая работа. Хохломская роспись родилась из русской смекалки. Все цвета, кроме золотого, красного и черного, становятся черными при обжиге. Вот поэтому эти три цвета и легли в основу к хохломской росписи. В хохломе несколько видов росписи. Есть фоновое письмо, есть кудрина, есть верховое письмо, есть древко. Ей пользуются очень редко сейчас, но тем не менее это существует. Вот на данный момент я вот в руках держу вот эта кудрина, это хохломская роспись. Вот это, ребята, двойной мазок. Техника совершенно другая. Если здесь все делается прописью, то есть тоненькая кисточка прописывается, то вот этот рисунок сделан широкой плоской кистью. На одну сторону берется один цвет краски, на другую другой. И вот мазком вот это делается. На столе у Анны Николаевны десятки кисточек, плоских и круглых. А самые тонкие мастер делает своими руками. Видите, как блестят изделия? Это все потому, что на них нанесен особый лак. Лак наносится в 3-5 слоев. Каждый слой сохнет в сутки. Лак наносится кистью плоской. Номер 22. Ну и городецкая роспись у нас вот в нашем сене. В городецкой росписи используются разные цвета. Красный напряженный, синий голубой, зеленый яркий и декоративный черный цвет. Часто в технике городец используются образы львов и барс. Идеализированы и реалистичные мотивы. Существует очень много видов росписи. Например, Палехская. Эта роспись зародилась в поселке Палех. Этот орнамент обычно наносится на шкатулки и многое другое. Например, Федоскинская отличается от Палехской росписи тем, что она пишется исключительно масляными красками. Каждая роспись уникальна. Эти доски мы расписали своими руками. В технике народного мастера Алтайского края Анны Николаевны Гуниной. На росписи используются все виды красок. И темперные, и акриловые, и масляные. Традиционно, что Кохлома, Мстера, Палех, Жостова пишут красками масляными. Все это там закаляется, каждая операция. Нанесли слой цвета в печку, на закалку, отжарить ее, подсушить. Перед тем, как изделие выставить на продажу, его испытывают на прочность. Бросают горячую воду и варят. Если изделие прошло испытание, то его продают. Кладется линеечка, на линеечку ставится рука и ведется роспись. Но все поворачивается, все в руках художника кружится, и все линии идут на себя. Чтобы приобрести одно из этих изделий, люди приезжают из разных стран мира. Англия, Франция, Китай. И недавно посылка отправилась в Канаду. У меня столько учеников было, что я сосчитать не могу. И я видела, как приходили студенты на первый курс. Ну, оторвы, можно сказать. И через 4 года это были такие тонкие, воспитанные, добрые люди. Потому что вот сюда нельзя вложить зло. Чтобы это писать, нужно терпение. Это тоже воспитание характера. Нужна уравновешенность. Потому что будешь себя вести неадекватно, значит ничего не получится. Будет такой рисунок у тебя в разброд. То есть вот эта работа, она воспитывает внутри человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова